Спонсор выпуска Париматч. Это надежность и всегда большие коэффициенты. Амбассадорами компании являются Баста, Андрей Тихонов и Петр Ян. А специально для моих подписчиков ребята дарят фрибет 1000 рублей. Это абсолютно халявные бабки. А также бонус до 5000 рублей на первый депозит. К примеру, закинули 2000 и получили еще 2000 сверху. Сегодня на чемпионате мира по хоккею завершились полуфиналы. В финал пробилась одна топовая сборная. Когда матч и кто с кем встретится? Смотрим все результаты и пары следующего этапа. Сборная Канады вырвала волевую победу у Латвии 4-2. Друзья, наверняка вы помните встречу этих команд в группе, которую выиграли канадцы 6-0. Хозяева турнира открыли счет в нашем матче на 9-й минуте. А в заключительном периоде, который стало решающим, пропустили трижды, в том числе в пустые ворота. Все авторы шайб на вашем экране. Итак, кленовые листья после поражения от норвежцев побеждают в третьей встрече подряд и выходят в финал. Их соперника узнаем через минуту. Сборная США проиграла Германии в овертайме 3-4. Вспоминаем, эти команды также играли в одной группе. Американцы тогда выиграли со счетом 3-2. В первом периоде сборные забросили друг другу по две шайбы. Игроки США отметились на второй и четвертой минутах. А в третьем периоде американцы вышли вперед и были в шаге от победы в основное время. Но немец Небельс, представляющий свою германскую лигу, перевел игру в овертайм. Победная шайба в итоге на счету Фредерика Тифельса из Мюнкена. У него дубль. Сборная США терпит первое поражение на турнире и сыграет в матче за бронзу. А сборная Германии выиграла свою шестую игру подряд. Пять из них в основное время. Когда финал? Игры пройдут 28 мая в воскресенье. Канада сыграет с Германией в 20-20. А Латвия в матче за третье место попробует обыграть США. Начало в 15-20. Список лучших игроков не изменился. Кубалик из Чехии заработал 12 очков по системе гол плюс пас. 8 шайб и 4 передачи. А Тамернес из Швеции имеет 10 передач. Если обзор понравился, конечно же ставьте класс и до встречи на спортивном.